В эфире новости в студии. Работает Виктория Антонишна, Алмаз Ашим. Добрый день. Выпуск начнем с ситуации по коронавирусу. Казахстан приблизился к красной зоне по ковид. Из-за ухудшения эпидситуации, роста числа заражений, в скором времени республика может вновь войти в зону повышенного риска. За сутки в стране выявили почти полторы тысячи новых инфицированных. В антилидерах по-прежнему Алматы и столица. Оба мегаполиса остаются в красной зоне. Там же находятся от Раусской и Западно-Казахстанской области. Отмечу, в этих регионах вводятся строгие ограничения. В желтой зоне три области. Актьюбинская, Алматинская, Карагандинская. В них усиливается контроль за соблюдением действующих запретов. Все остальные регионы пока в зеленой зоне. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у более чем 240 тысяч казахстанцев. Несмотря на рост заболеваемости, увеселительные заведения столицы продолжают нарушать режим карантина. Многие из них, забыв о запрете, принимают посетителей после 10 ночи. Прошлой ночью полицейские и санврачи проверили порядка 150 объектов предпринимательства. В их числе оказался и ночной клуб «Зара» по улице Пушкина. На момент проверки на часах было 23.45. Тем не менее, в заведении находилось почти сотня людей. Продолжали принимать гостей в кафе «Фест-425» по проспекту Туран. Более того, в заведении оказывали услуги кальяна. Двери караоки зала «Инкогнито» по проспекту Кабан-Байбатыра были открыты для клиентов всю ночь, вплоть до пяти утра. Теперь бизнесменов ждут штрафы. Всего за сутки мобильные группы выявили 24 подобных нарушения. С начала года уже порядка 600. Сложная эпидситуация в Алматы. За сутки там выявили 415 инфицированных. Рост числа заражений специалисты связывают с мутацией штаммов коронавируса. Накануне глава мегаполиса отметил, что сейчас ковид распространяется намного быстрее, чем прошлым летом. С начала года в городе отмечено уже почти 15 тысяч новых заболевших. Тогда как за весь 2020 год было 18 тысяч заболевших. Однако, как заявил Бакаджан Санитаев, закрывать город не планируют. Напомню, ранее там продлили жесткий карантин. Под полным запретом оказалась деятельность кинотеатров, образовательных центров, всех непродуктовых рынков и торговых домов. Кафе и рестораны перешли на доставку. Запрещены массовые катания на Мидеу. Не принимает гостей и горнолыжный курорт Шимбулак. Если в течение двух недель ситуация с инфекцией стабилизируется, то некоторые ограничения могут снять. Тем временем в стране продолжается вакцинация населения против коронавируса. Первым компонентом препарата «Спутник Ви» уже привились почти 123 тысяч казахстанцев. В Туркестанской области на сегодняшний день провакцинировались около 13 тысяч человек. В основном это медики, сотрудники полиции и педагоги. Иммунизация проводится в 20 лечебных учреждениях. По информации специалистов, эпидситуация в регионе стабильная. За последние сутки вирус там выявили у 10 человек. Суточный прирост составил 0,16%. В целом по области с начала пандемии зарегистрировано 4470 случаев заражения. Напомню, кампания по добровольной вакцинации от коронавируса стартовала в Казахстане в феврале. Ранее глава Минздрава сообщил, что в первом полугодии планируется провакцинировать до 2 миллионов человек. А во втором полугодии еще более 3 миллионов. В Павлодарскую область прибыла третья партия вакцины «Спутник ВИМ». Около 3 тысяч доз первого и второго компонента отправили на местные склады. Специалисты отмечают, теперь любой желающий может обратиться в свою поликлинику к участковому врачу и записаться на вакцинацию. Прививку первым компонентом в регионе уже получили более 4 тысяч жителей. Второй дозой привились пока в два раза меньше. Иммунизацию прошли почти 3 тысячи медиков, а также учителя и сотрудники полиции. Я сам предъявил желание, потому что я понимаю значимость клиники коронавирусной инфекции. Также могу сказать, что на данный момент установлены различные клинические обследования и исследования с научными данными, что вакцинация имеет 90% эффективности. В данном случае «Спутник ВИМ» и другие также иностранные вакцинации. Вакцинация от коронавируса проводится и в самом отдаленном районе Алматинской области, Кигенском. Там начался уже второй этап иммунизации. Регион находится, отмечу, в желтой зоне. На случай ухудшения эпидситуации в инфекционном отделении районной больницы готовят дополнительные койки для больных ковида. Установлена также кислородная станция. Как там борются с инфекцией, подробно расскажет моя коллега. Клара Чентаева одной из первых привилась от коронавируса. Трудится она в приемном отделении центральной районной больницы и не понаслышке знает, насколько рискованна быть на передовой борьбе с недугом. Сегодня она получила вторую дозу вакцины. Первый этап преодолела благополучно. Никаких побочных явлений не было. Думаю, что и этот пройдет так же. Вот уже полчаса прошло. Чувствую себя хорошо. Я думаю, что всем нам надо получить прививку. Это наша безопасность и защита от вируса. В компании по иммунизации в Кингенском районе участвует 11 медицинских учреждений. В целом же в регион было доставлено 400 доз вакцины. Первыми провакцинировались медики и учителя. С начала второго этапа уже привились 60 человек. У нас работает стационарно 10 коек для ковидных больных. Сейчас здесь лечится 13 человек. На днях добавим еще 20 коек. За пациентами ухаживает один инфекционист. По смене работы 4 медсестры. В прошлом году от коронавируса благополучно излечились почти 280 жителей Кигенского района. Пятерых болезнь забрала. Сейчас здесь уже подготовлен необходимый запас лекарственных средств, из которого хватит на два месяца, работает кислородная станция. Система его подачи рассчитана на 50 точек. Гульнар Жантасова, Ардах Айбарула, Куануш Тургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. Единый сертификат вакцинации будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бреттон. По его словам, документ будет необязательным, но авиакомпании могут требовать его наличия. В сертификате будет указано имя владельца, дата рождения, номер паспорта, сведения о том, прошел ли он вакцинацию и болел или нет. Вместе с тем, на фоне сложной эпидситуации с коронавирусом, эксперты не ожидают предстоящим летом резкого роста турпоездок в Европе. Сертификат будет одинаковым везде. В нем будет одна и та же информация о вакцинации и наличии антител. Но если человек не вакцинировался, то нужно будет пройти ПЦР-тест. Особенно это важно, если человек собирается совершить перелет в другую страну. Тем временем Великобритания, вероятно, откроет границы только к августу. Об этом сообщил министр культуры Оливер Доуден. И причем ограничения действуют не только для иностранцев, но и для самих британцев. То есть граждане не смогут выезжать за границу для путешествий. А тем, кто появится в аэропорту без веской причины, грозит штраф почти 5000 фунтов или около 3 миллионов тенге. Это правило вступает в силу сегодня. Покидать пределы страны разрешено только в нескольких случаях. Например, по работе или по учебе. Во Франции на усиленный режим работы перешли полицейские. Сотни патрулей следят за соблюдением карантинных мер. Под особым вниманием берег реки Сены в Париже, поскольку после наступления теплой погоды люди стали больше времени проводить на набережной. И многие пренеберегают правилами предосторожности, отказываются носить маски, дистанцию не соблюдают. Таким нарушителям выписывают штрафы. Отмечу, во Франции на карантин закрыты 19 регионов. В больницах лежат почти 5000 пациентов с коронавирусом. В США растет число заражений новыми штаммами коронавируса. Рост наблюдается сразу в 20 штатах. По словам специалистов, к ухудшению эпидситуации в стране привело смягчение карантина. Так, во Флориде суточное число новых случаев заражений превысило 5000 человек. Тем временем количество получивших прививку от ковид едва достигает 15%. Власти штатов Аризона, Айова, Миссипи, Монтана и Дакота разрешили в полную мощность работать рестораном. Смягчили правила ношения масок. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, американцы должны быть готовы к новой волне ковид. В нашей стране заметно сократилось число заражений и госпитализаций пациентов с ковид-19. Однако сейчас эпидемиологическая ситуация в некоторых штатах стала ухудшаться. Если мы не возьмем под контроль и не остановим распространение вируса, мы можем столкнуться с очередной волной эпидемии. Новый штамм коронавируса выявили в Чехии. Специалисты проводят исследования, чтобы выяснить, способна ли имеющаяся вакцина противостоять мутировавшей инфекции. Они утверждают, что этот вариант вируса не опаснее британского и южноафриканского. И тем временем власти бьют тревогу и просят жителей продолжать соблюдать все санитарные нормы. Отмечу, с начала пандемии коронавирусом в Чехии заразились свыше полутора миллиона человек. С болезнью не справились, примерно 26 тысяч. Третья волна коронавируса ударила по Германии. В стране резкий скачок заражений. Выше 20 тысяч новых случаев на протяжении трех дней. Это самый высокий показатель с января. Какие меры предпринимают власти, чтобы притормозить распространение ковид? И какие правила действуют для въезжающих в ФРГ? Об этом наш следующий сюжет. Отныне, чтобы посетить музей в Берлине, необходимо сдать тест на коронавирус. Для желающих сделать новую прическу или обновить гардероб, правила такие же. Иметь отрицательный результат. Только в аптеках и супермаркетах все по-старому. Об ужесточении ограничений заявили уже три региона ФРГ. В Германии активно распространяется британский штамм коронавируса. Стремительно растет и число инфицированных. Показатель по стране почти 125 случаев на 100 тысяч человек. По словам экспертов, если не принять меры, то ситуация может выйти из-под контроля. При такой тенденции количество больных может вырасти до 50 тысяч в сутки. В институте имени Роберта Коха уже высказались, третья волна для Германии будет намного серьезнее. Мы видим четкие сигналы того, что эта волна может быть хуже, чем две предыдущие. Мы должны готовиться к тому, что все больше людей будут тяжело больны. Клиники переполнены и много людей, к сожалению, погибнут. Это только начало третьей волны. Все говорит о том, что в ближайшие недели ситуация ухудшится. Но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить худший сценарий. Из-за ухудшения эпидситуации владельцам кафе и ресторанов в Германии снова не разрешили открыться. В стране работают только салоны красоты, садовые и книжные магазины, музеи и зоопарки. Посетителям предписано быть в масках. Но медики говорят, этих мер недостаточно. Нужно вводить полный локдаун. Такого же мнения глава Минздрава. По словам Йенса Шпана, если показатели продолжат расти, то не исключено, что Германия объявит двухнедельный жесткий карантин. Чтобы остановить распространение коронавируса, Германия ввела новые правила для въезжающих. Теперь все пассажиры, которые летят в ФРГ, еще до посадки обязаны предъявить отрицательный тест на ковид. Помимо этого, вернувшиеся из стран с высоким числом инфицированных должны по прилету уйти на самоизоляцию. Срок карантина 10 дней. Шулпан Айманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар-24, Германия. Другим темам судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, успешно сняли с мели. Об этом у себя в Твиттере сообщил поставщик морских услуг. Освободить корабль удалось в 4.30 по местному времени. Для этого спасателям пришлось выкопать порядка 27 тысяч кубометров песка. Тем не менее, пока не ясно, как скоро будет восстановлено движение по водной артерии. По информации СМИ, в очереди находятся свыше 450 различных судов. 28 человек пострадали из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. С ожогами сотрудников НПЗ доставили в больницу. Огонь вспыхнул после мощного взрыва. Ударной волной были повреждены ближайшие дома. Сейчас все силы брошены на то, чтобы ликвидировать очаги возгорания. Причины выясняют. Возможно, трагедия произошла из-за удара молнии. В этот день шел сильный дождь. Проливные дожди вызвали наводнения в американском штате Теннесси. Стихия унесла жизни четверых человек. 150 местным жителям, сблокированным в своих домах, потребовалась помощь спасателей. Некоторые с трудом сумели выбраться из автомобилей. Сильные осадки не прекращаются в регионе уже несколько дней. Благо, синоптики в ближайшее время прогнозируют ясную погоду. Вернемся к событиям в Казахстане. В нескольких регионах страны сложилась опасная паводковая ситуация. Спасатели днем и ночью проводят необходимые профилактические работы. Однако стихия есть стихия. И где именно стоит опасаться большой воды, расскажет Асхат Нязов. В Восточном Казахстане 96% территории региона все еще покрыто снегом. Ертыш освобождается от льда по всей площади Шульбинского водохранилища. Зафиксирован ледостав. В области развернуто больше 50 гидропостов. Расчистили больше полутысячи арыков и водопропускных сооружений. На помощь местным службам ЧАЭС прибыл отряд воинской части из Караганды. Военнослужащие будут дислоцироваться в прибрежных районах. Проведено аэровизуально обследование гидрологической обстановки на реке Ертыш. В створе от Ускаменногорска ГЭС до Шульбинска ГЭС. Подблюдается полный ледостав. Одновременно с этим выхода на лед воды и протопления территории населенных пунктов не наблюдается. В североказахстанской области, по прогнозам специалистов КАС Гидромета, уровень воды в притоках реки Есиль начнет повышаться в первой декаде апреля. Ожидается, что Сергеевское водохранилище этой весной увеличится почти на 2 миллиарда кубометров воды. Это почти на 60% больше нормы. Под угрозой затопления из-за разлива главной водной артерии региона могут оказаться 30 населенных пунктов. Опасения вызывают и некоторые озера. К примеру, Большой Тарангул в Есильском районе в этом году может выйти из берегов. В избежание ледовых заторов на водоемах проводят взрывные работы. У нас могут быть подтопления по Ульхановскому району в связи с большим накоплением Селитинского водохранилища. И озеро Большой Тарангул. У нас сейчас, если судить по запасам влаги, снега, он примерно соответствует 2016 году, когда был большой разлив. Сейчас снегозапасы даже превышают в 2016 год где-то на 18%. В Жамбылской области, несмотря на более-менее стабильную ситуацию, угроза затопления остается. В предгорной местности из-за дождевых вод, таяния снега или выхода воды за пределы поем реки Шу, Талас и Осса. В регионе уже очистили орычные сети, дренажные растительные каналы, а также мосты и водопропускные сооружения. Асхат Ниязов, Хабар, 24. Если одним весенний паводок причиняет неудобства, то других он спасает. В части фермеров южных районов Западно-Казахстанской области талыми водами заполнились пруды в Касталавском районе. В последние годы из-за малоснежной зимы и засухи там высохли все водоемы. Фермеры не смогли даже запастись сеном. В нынешнем сезоне проблем с водопоем скота быть не должно, прогнозируют специалисты. На очистку водоемов из местного бюджета направили 34 миллиона тенге. С помощью этой техники в ноябре-декабре месяце мы очистили от ила 12 прудов Копуни в Одессе, в населенных пунктах. Время показало, что работы были проведены своевременно. Сейчас все эти пруды у нас наполнены водой. Хорошая помощь в разрешении вопроса водопоя скота. Тем временем на большей части Казахстана вновь прогнозируют понижение температуры. В ближайшие три дня также ожидается постепенное прекращение осадков. Предшествует такой погоде антициклон, надвигающийся из районов Москвы. Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке республики пройдут осадки, местами сильные. Временами ожидаются туман, гололед и сильный ветер. В столице и еще в двух регионах Казахстана прошли аресты наркопреступников. Операцию по задержанию сбытчиков наркотиков провели кустанайские полицейские. Всего они изъяли более 10 килограммов наркотиков. Это ориентировочно 2000 доз. Их стоимость на черном рынке оценивается примерно в 14 миллионов тенге. В составе организованной группировки 8 человек. Из южных регионов страны они поставляли гашиш и марихуану в Кустанайскую область. Там же сбывали запрещенные вещества. И в поле зрения полиции члены преступной группы попали 4 месяца назад. Ранее они судимы не были. Сейчас находятся под стражей. Грозит им от 15 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Часть из них вину признали и сотрудничают со следствием. Досудебное расследование продолжается. Организатор группы у нас является 51-летний житель Денисовского района, который привлек в качестве курьера уроженца Шуйского района, жителя Кустанайской области. Отправитель является житель Шуйского района, 67-летний гражданин. У курьера при поставке наркотических средств на территорию Кустанайской области в городе Нурсултан было изъято более 5 килограмм наркотических средств гашиш. Продолжим выпуск. Казахстане назначен новый председатель фонда национального благосостояния Самрук Казна. Им стал Алмаз Адам Садкалиев. Его коллективу представил премьер-министр страны. Оскар Мамин отметил большой опыт Садкалиева в сфере энергетики. С 2018 до сегодняшнего дня он работал управляющим директором фонда. Напомню, покинувший пост руководителя Самрук Казна Ахмеджан Есимов занимал эту должность с 2017 года. До этого он был председателем правления нацкомпании «Астана-экспо». За плодотворную деятельность Есимова поблагодарил Ельбаса. Нурсултан Азарбаев отметил, что под его руководством фонд достиг качественно нового уровня своего развития, заняв позицию в топ-20 передовых международных фондов отчета ООН. В свою очередь Ахмеджан Есимов выразил благодарность за оказанное ему высокое доверие. Свыше 70 миллиардов тенге выдано отечественным сельхозтоваропроизводителям. Деньги в виде льготных займов полторы тысячи фермеров по всей стране получили по госпрограмме «Экономика простых вещей» через аграрную кредитную корпорацию. На какие цели сельчане направили эти средства, а также какой мультипликативный эффект произвел запуск госпрограммы, расскажут мои коллеги. Завести скот, закупить технику и оборудование, модернизировать действующие перерабатывающие предприятия. Планы, которые перед собой ставит любой предприниматель, работающий на селе. Проблема только в том, что средств на это чаще всего не хватает. В 2019 году в республике стартовала государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса «Экономика простых вещей». Это позволило открыть дополнительные возможности для развития МСБ. На эти средства фермеры Казахстана смогли пополнить оборотные средства, закупить новое оборудование и технику, а также развить свой бизнес. Развитие этой программы также дало большой импульс для трудоустройства сельского населения. Особое внимание при реализации госпрограммы в аграрной кредитной корпорации уделяют мелким сельхозтоваропроизводителям. Это производство в Алматинской области как раз одно из таких. Два года назад бизнесмены получили льготный кредит, деньги вложили в разведение птицы. Данный проект нам обошелся порядка 85 миллионов. Из них при поддержке АКК мы получили 23 миллиона на оборудование. То есть это убойный цех, инкубаторы мы взяли, взяли линию по производству комбикорма собственного. Развитие агропромышленного комплекса сегодня в Казахстане одна из приоритетных задач. И аграрная кредитная корпорация, вошедшая в состав холдинга «Батерек», играет в этой работе ключевую роль. Андрей Деменок, Хабар, 24. 1 апреля в Казахстане стекает срок уплаты налога на транспорт на за прошлый год. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщили представители комитета госдоходов. Специалисты напомнили, сделать это можно как наличным, так и безналичным способом с помощью интернет-банкинга или мобильного приложения ЕСАЛ-Хазамат. По их информации, 90% владельцев автомобилей оплачивают налоги именно в онлайн-режиме. С начала года услугами онлайн-сервиса уже воспользовались более 400 тысяч человек. Спикеры также прокомментировали часто задаваемый вопрос, как рассчитывается сумма транспортного взноса. Налог на транспортные средства начисляется на основании сведений уполномоченных органов, то есть в данном случае комитет административной полиции, как ранее сказал, сведения нам поступают онлайн, то есть есть у нас интеграция. Сумма налога зависит от применяемой ставки налога. Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, для грузовых от грузоподъемности, для автобусов от количества посадочных мест, для мотоциклов от мощности двигателя. Астронавт НАСА Терри Виртс показал часть своего выхода в открытый космос. На первых кадрах опубликованного ролика астронавт показывает себя и своего напарника, а затем в объектив попадает Земля и работающие спутники. Сообщается, что захватывающее видео астронавт снял при помощи GoPro. В сети оно набрало уже миллионы просмотров. У нас небольшая реклама. Продолжим выпуск. Казахстан приблизился к красной зоне по ковид. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа заражений в скором времени республика может вновь войти в зону повышенного риска. В стране за сутки выявили почти полторы тысячи новых инфицированных. В антилидерах по-прежнему Алматы и столица. Оба мегаполиса в красной зоне. Там же находится Траусская, Западно-Казахстанская области. Отмечу, в этих регионах вводятся строгие ограничения. В желтой зоне три области. Актюбинская, Алматинская, Карагандинская. В них усиливается контроль за соблюдением действующих запретов. Остальные регионы пока в зеленой зоне. С начала пандемии инфекция подтвердилась у более чем 240 тысяч казахстанцев. Несмотря на рост заболеваемости, увеселительные заведения столицы продолжают нарушать режим карантина. Из них многие, забыв о запрете, принимают посетителей после 10 вечера. Прошлой ночью полицейские и санврачи проверили порядка 150 объектов предпринимательства. В их числе оказался и ночной клуб «Зара» по улице Пушкина. На момент проверки на часах было 23.45. Тем не менее, в заведении находилось почти сотня гостей. Продолжали принимать гостей и в кафе ФС-425 по проспекту Туран. Более того, в заведении оказывали услуги кальяна. Двери караоке-зала «Инкогнито» по проспекту Кабанбай-Батыра были открыты всю ночь, вплоть до пяти утра. И теперь бизнесменов ждут штрафы. За сутки всего мобильные группы выявили 24 подобных нарушения. С начала года уже порядка 600. Сложная ситуация в Алматы. За минувшие сутки там выявили 415 инфицированных. Рост числа заражений связывает с мутацией штаммов коронавируса. Накануне глава мегаполиса отметил, что сейчас ковид распространяется намного быстрее, чем прошлым летом. С начала года в городе отмечено почти 15 тысяч новых заболевших. За весь 2020 год цифра была в районе 18 тысяч. Но, как заявил Сагентаев, город закрывать не планируют. Напомню, там ранее продлили жесткий карантин под полным запретом деятельность кинотеатров, образовательных центров, всех непродуктовых рынков, торговых домов. Рестораны-кафе работают только на доставку. Запрещены массовые катания на Медео. Чимбулак закрыт. Если в течение двух недель ситуация с инфекцией стабилизируется, то некоторые ограничения могут снять. Тем временем в стране продолжается вакцинация населения против коронавируса. Первым компонентом препарата спутника ВИ уже привились почти 123 тысячи казахстанцев. В Туркестанской области на сегодняшний день провакцинировано около 13 тысяч человек. Это медики, сотрудники полиции, педагоги. Иммунизация проводится в 20 лечебных учреждениях. По информации специалистов, эпидситуация стабильная в регионе. За последние сутки вирус там выявили у 10 человек. Суточный прирост составил 0,16%. В области в целом с начала пандемии отмечено 4 470 случаев заражения. Напомню, кампания по добровольной вакцинации от коронавируса стартовала в Казахстане в феврале. Глава Минздрава обещает, что в первом полугодии планируют провакцинировать до 2 миллионов человек. Во втором полугодии еще более 3 миллионов. Брифинг службы центральных коммуникаций продолжит эфир.